На жёлтом песке пустого пляжа сидели двое молодых людей. На их протянутые босые ноги набегал лёгкий прибой, смывая с них горячий песок. «Жду не дождусь июля», – не открывая глаз, сказала девушка. «Но, увы, ещё только самое начало июня. Как думаешь, он вообще наступит, этот июль?» Парень повернул к ней голову. «Наступит», – ответил он загадочно улыбаясь. «Вообще-то это очень хорошо, что ещё есть время до него. Что бы ты делала, если бы свадьба была, например, завтра?» Девушка пожала плечами. «Не знаю», – подумав, ответила она. «Наверное, радовалась бы в тысячу раз сильнее, чем сейчас. Жаль только». Она опустила голову и поёжилась, будто ощутила воцарившийся на мгновение январский мороз. «Жаль, что моя мама по-прежнему против свадьбы». Парень протянул к ней руку и коснулся её волос. «Всё хорошо, Ева. Мама со временем всё поймёт. Со временем». Он поправил разметавшиеся по плечам Евы волосы, и она прильнула к нему, уделяясь жарам своего тела. «Да, Макс», – неуверенно согласилась она. «Ты, пожалуй, прав». Они ещё какое-то время сидели, смотря на играющих на воде солнечных зайчиков, а потом, поднявшись с тёплого песка, побрели к стоящей неподалёку машине. «Как жаль, что выходные закончились так быстро», – с грустью сказала Ева, когда машина уже въезжала в город. «Завтра снова на работу. Так не хочется». Она посмотрела на сидевшего за рулём Максима, и тот улыбнулся в зеркало. «Завтра тоже будет повод для радости», – пообещал он, не отрывая взгляда от дороги. «Помнишь, я обещал тебе сюрприз?» Грусть упорхнула с лица Евы, и она улыбнулась. «Ага», – кивнула она. «Значит, завтра не врёшь?» Максим серьёзно посмотрел на неё. «Не-е-е», – твёрдо сказал он, останавливая машину возле одного из домов. «Завтра». Он открыл дверь, и Ева вышла из машины, оставив после себя едва уловимый аромат духов. Она обернулась на прощание, подарив Максиму белоснежную улыбку, и тот ответил ей тем же. Ева весь вечер ходила по своей квартире с мечтательным видом, представляя себе завтрашний сюрприз. Она нетерпеливо поглядывала на часы, но те медленно передвигали стрелки, не желая отпускать вечер. «Скорее бы завтра», – сказала себе Ева, ложась в постель. Она долго ворочалась, то ли от духоты, то ли от нахлынувших на неё воспоминаний, на которые наслаивалось приятное ожидание завтрашнего дня. Ева закрыла глаза и вспомнила тот январский вечер, когда она впервые встретила Максима. Она, как обычно, скучала в пустом кафе, ожидая клиентов. А потом пришёл сын владельца кафе. Ева уже слышала о нём, но не видела его. И была приятно удивлена, что Макс был таким, каким она себе его и представляла. Он сел за столик и что-то заказал. И когда Ева принесла ему заказ, попросил её посидеть с ним. Так они и познакомились. Она – простая официантка, и он – сын владельца кафе. Потом были наполнены любовью и приятными встречами зима и весна. И в конце мая Максим сделал ей предложение. «Поженимся в июле», – сказал он. И Ева отпечатала эти слова в своей памяти. Она ждала этот июль больше всего на свете. И каждый день, переворачивая календарь, с нетерпением считала оставшиеся дни. «Пусть настанет июль, и время застынет на месте», – мечтала Ева. «Пусть это лето навсегда останется в нашем городе. Пусть, пусть, пусть». Вот и сейчас она уснула, убаюканная этой мечтой, которая влетела в раскрытую форточку, словно крохотный мотылёк. На следующее утро, поднявшись пораньше, Ева сидела у подъезда и вглядывалась в пустую улицу в ожидании машины Максима. Наконец, прорычал мотор, и вскоре синий седан остановился возле неё и приветливо раскрыл свои двери. «Садись», – махнул ей рукой Максим. «Заскочим кое-куда». По дороге Ева спросила его, куда они едут, и тот, поколебавшись, раскрыл ей свой секрет. «Мы едем за платьем», – важно ответил он. «Я подумал, что после этого работать тебе будет куда приятнее». Ева, услышав это, бросилась к нему на шею, не обращая внимания на то, что Макс был за рулём. «Осторожнее», – улыбнулся Макс, отстраняя её. «Не дай бог, въедем куда-нибудь». Ева, опомнившись, села на своё место и блаженно закрыла глаза. Солнце уже взошло высоко, и Максим, ослеплённый его лучами, потянулся за своими очками. Он пошарил рукой по панели, но их там не было. Еле слышно выругавшись, он наклонился и открыл бардачок. Совсем позабыв о дороге, он самозабвенно копался в заваленном всяким барахлом бардачке в поисках заветных очков. Его отвлёк истошный крик Евы. Макс поднял голову и увидел её искажённое ужасом лицо. Она смотрела вперёд так, словно видела там нечто очень страшное, и Макс машинально посмотрел туда же. Впереди, всего в нескольких метрах от них, медленно ползла огромная фура. Машина Макса же, наоборот, неслась, словно пришпоренный конь, и расстояние от них до фуры неумолимо сокращалось. Парень вцепился в руле, что есть силы, вдавил педаль тормоза. Но машина вместо того, чтобы замедлиться, наоборот, ускорилась. Перепутал газ и тормоз балда. Пронеслась у него в голове страшная мысль, и он, взглянув на Еву, крикнул «Держись!». Сначала был ослепительный свет, взорвавшегося на их глазах солнца. Свет влетел сквозь стекло, бросив его осколки им в лицо. После него прогремел грохот, разрывая перепонки в ушах, будто всюду забили тысячи огромных барабанов. Макс почувствовал, как по его лицу течет густая горячая кровь. Она хлынула ему в глаза, разъедая их, и он, теряя сознание, посмотрел на Еву. Она уже была без чувств. Ева скрючилась рядом, будто на плечи ей взвалили неподъемный груз, а лицо ее было белым, как первый снег. Максим пришел в себя, и первое, что он увидел, была зелень за большим окном. Он с трудом сел на кровати, на которой лежал и заметил сидящую рядом маму, Галину Ивановну. «Где Ева?» – сразу спросил он, прикоснувшись к перевязанной голове. «Она жива?» Мама посмотрела на него странным взглядом. «Ева?» «Она в другой больнице», – поспешно ответила мама. «Сказали, что у нее сломанный позвоночник, и ей срочно требуется операция». Макс попытался встать, но ноги его предательски задрожали, и он снова бессильно опустился на подушку. «Вряд ли она снова встанет на ноги», – продолжала мама. «Как это ужасно!» Макс не в силах слушать ее, вжался в подушку, закрыв ее уши. Мама сказала еще что-то, качнула головой и вышла из палаты, оставив его одного. Через неделю Максима выписали из больницы. Врач настоятельно рекомендовал ему отдохнуть недельку-другую, прежде чем выходить на работу. «Сотрясение мозга – это не шутки», – сказал ему врач, выписывая больничный. «Хорошо, что не было кровоизлияния в мозг. Впервые вижу такого везунчика, как вы». Максим, поблагодарив врача, взял справку и вышел из душной больницы. Несмотря на то, что голова его еще все болела, парень все время думал о Еве. Он совершенно не знал, где она сейчас, и за любую новость о ней был готов заплатить высокую цену. Ева же три дня находилась в коме, и когда пришла в себя, то почувствовала, что ее тело стало для нее совершенно чужим. Ног она не ощущала вовсе, а руки были ватными и не могли удержать даже ложки. Сразу после того, как она очнулась, к ней приехала ее бабушка, Ангелина Васильевна, и окружила ее своей заботой. «Все пройдет», – успокаивала она внучку. «Ты только не торопись и не беспокойся». Но Ева беспокоилась. Больше всего на свете ее беспокоила судьба Максима, и она спрашивала о нем всех, кто приходил к ней – врачей, медсестер, коллег. Но все они лишь пожимали плечами и разводили руками, не в силах помочь Еве в ее поисках. Так прошло три недели. За это время к рукам Евы вернулась была чувствительность, а вот ноги по-прежнему оставались безжизненными, словно деревяшки. И Ева без конца ощупывала их в надежде нащупать хотя бы единственную точку чувствительности, но ее нигде не было. Перед самой выпиской Ева, оставшись наедине с бабушкой, решила с ней серьезно поговорить. «Я буду тебе обузой», – произнесла она, взяв бабушку за руку. «Поэтому я решила отправиться в дом инвалидов. Там за мной будет кому ухаживать, и, глядишь, постепенно встану на ноги». Ангелина Васильевна, услышав такое, немедленно запротестовала. Но Ева твердо стояла на своем, и в итоге бабушке пришлось сдаться. «Хорошо», – с тоской ответила бабушка, – «будь по-твоему, но ты не думай, что я тебя брошу. Я буду часто навещать тебя, ей-богу». Бабушка покинула Еву в мрачном расположении духа. А девушка, напротив, была рада тому, что ей удастся убедить ее в своем решении. В тот же вечер ее нашел Максим. Каким-то чудом разыскав больницу, в которой находилась Ева, он приехал туда, собираясь извиниться за то, что ему пришлось оставить ее одну. Поднявшись по лестнице, он подошел к двери палаты, где лежала Ева, и тут его словно парализовало. Он смотрел сквозь рифленое стекло на Еву, лежавшую на кровати, и не мог найти в себе силы, чтобы войти внутрь. Он стоял у двери и надеялся, что она заметит его, встанет с постели и подойдет к нему, но этого не происходило. Потом он увидел, как к ней пришла медсестра, и, приподняв беспомощное тело Евы, поменяла ей простынь. Постояв так минут десять, Макс повернулся и бросился бежать. В его ушах стоял гул той аварии, звон разбивающегося стекла и скрежет металла. И он, закрыв лицо руками, выбежал на улицу, подальше от этой другой Евы, которая была совсем не похожа на прежнюю. А Еву, как она и рассчитывала, поместили в пансионат. Там, кроме нее, было еще несколько таких же лежачих постояльцев, и Еву определили к ним, выделив ей место в трехместной комнате. Девушка сразу подружилась со всеми своими соседями, но больше всех ей пришелся по душе маленький Женя. Паренек лет десяти, живший в соседней комнате, часто заходил к ней в гости, неуклюже передвигая костылями. Ева со временем даже научилась определять по звуку его костылей, где в данный момент находился Женя. Его ноги еле-еле двигались из-за родовой травмы, с которой он родился, и Женя мог передвигаться только благодаря своим костылям. «Мама умерла», – рассказывала на своей жизни. «Папу я видел только один раз. Он тогда купил мне шоколадку и снова ушел. А я здесь уже пять лет». Ева сочувственно трепала Женю по кудрявой шевелюре и делилась с ним принесенными бабушкой гостинцами. «Вы с ним не разлей вода», – удивлялась ее сиделка Наталья. «Надо же, как сдружились». Однажды, это было в конце августа, Женя впервые зашел в палату Евы не один. За ним, переваливаясь сбоку-набок, ковылял маленький лохматый щенок. Женя дошел до постели Евы, сел у ее ног, и щенок, следуя его примеру, запрыгнул туда же. «Ой», – от неожиданности сказала девушка, – «он мне чуть ноги не отдавил». И тут же умолкла, действительно ощутив тяжесть щенка на своих ногах. Ева взяла лохматого гостя на руки и попробовала пошевелить пальцами ног. Большой палец правой ноги едва согнулся, и Ева проделала то же самое с левой ногой. Пальцы двигались под ее титаническими усилиями, и Ева очень скоро устала от этих опытов. Она снова откинулась на подушку и стала рассматривать щенка. Щенок глядел на нее своими голубыми глазками и потешно шевелил мокрым носиком. «Где ты его взял?» – спросила она Женю. «И зачем он тебе?» Женя, чертя костылем по полу какие-то невидимые фигуры, фыркнул носом. «Нашел в коробке у ворот», – признался он. «Я слышал, как он скулил ночью. Жалко его». Ева кивнула. «Жалко», – согласилась она. «Но вряд ли нам разрешат оставить его тут». Хотя…» Ева лукаво подмигнула, и Женя оживился. «Попробую уговорить заведующую», – обнадежила его девушка. «Может, что-то и получится». Еве и впрямь удалось уговорить заведующую оставить щенка в пансионате. Девушка предложила мальчику назвать Пса Амуром. «А что такое Амур?» – спросил ее Женя. «Ну, это такая большая река», – пояснила Ева. «А еще это любовь по-французски». При слове «любовь» Ева немного вспомнила Макса, и ей стало грустно. Но развящийся рядом Амур и подзадоривавший его Женька быстро отогнали от нее невеселые мысли, и она с улыбкой наблюдала за ними, позабыв о своем прошлом. Через месяц Ева начала подниматься с постели и передвигалась по пансионату на коляске. Женя с Амуром неотступно следовали за ней, куда бы она ни направлялась, и девушка, сопровождаемая ими, часто гуляла в небольшом саду, любуясь опадающими с деревьев листьями. Вскоре листопад сменился холодным осенним дождем, и вместе с ним к Еве пришла очень печальная новость. В самом начале октября ранним утром скончалась ее бабушка. Ева была потрясена этим известием. Целых три дня она просидела в своей комнате, неотрывно смотря в окно. На исходе третьего дня она легла в свою кровать и забыла с тяжелым сном. И спала почти целые сутки, не реагируя на попытки ее разбудить. Женька, узнав о случившемся, всячески пытался ободрить Еву. Он притащил ей свои любимые игрушки, приносил все сладости, которые доставались ему от обеда, но уныние Еву все равно никак не покидало. В середине ноября, когда уже выпал первый снег, она собрала свои вещи, написала заявление и покинула стены пансионата. Когда она выехала из его ворот на запорошенную снегом улицу, позади нее раздался топот, и она почувствовала, как что-то влажное коснулось ее руки. Она опустила взгляд и увидела Амура. Тот, испытывающий, заглядывал ей в глаза, выпрашивая почесывание. К Амуру подковылял Женя с рюкзачком на плечах. «Мы с тобой», – задыхаясь, – выговорил он. «Мы не уйдем, даже если будешь прогонять, да, Амур?» Пес поддакнул ему громким гав. Еву рассмеялась и махнул рукой. «Пошли», – бросила она. Так Ева, Женя и Амур переехали в квартиру ее покойной бабушки. Девушка при помощи Женьки навела в квартире порядок, вернув ей былой комфорт и уют. «Ну вот», – удовлетворенно сказала Ева, когда уборка подошла к концу. «Совсем как прежде, только вот бабушки здесь больше нет». Девушка сняла со стены старую гитару и легонько ударила по струнам. Гитара протяжно запела, жалуясь на расстроенные струны. И Ева, отрегулировав ее, заиграла на ней любимую бабушкину песню. Амур, все это время сидевший возле ее коляски, когда она дошла до припева, протяжно завыл. «Поет», – восторженно ахнул Женька. «Вот это да!» И тут в голову Евы пришла одна идея. Она загадочно улыбнулась, отложила гитару и взяла Женю за плечо. «Мы будем этим зарабатывать», – поделилась она своей задумкой с мальчиком. «У нас в городе еще никогда не было поющих псов. Амур будет первым». С тех пор почти каждый день, в любую погоду, Ева, Женя и Амур выходили на городскую набережную и исполняли там разные песни. Перед ними лежал старый чехол от гитары, в который редкие прохожие бросали свои деньги, то ли из жалости к девушке на инвалидной коляске и мальчику на костылях, то ли от трогательных завываний Амура. Так или иначе, собираясь домой, Ева выгребала из чехла немного денег, чтобы купить всем еды. «Это ты здорово придумала», – всякий раз восхищался Женька. «Может быть, мы даже скоро станем богатыми?» Ева улыбалась и молча кивала в ответ. Прошла зима, растаял снег, и люди, выбравшиеся из зимней спячки, начали высыпать на набережную. Там их уже ждали Ева и Женька с лежащим рядом Амуром. Они целый вечер играли одну песню за другой, и гулявшие по набережной прохожие наполняли их чехол своими пожертвованиями. В один из таких вечеров, уже в сумерках, неподалеку от музыкантов, расположился какой-то человек. Он присел в стороне и внимательно наблюдал за тем, как пальцы Евы перепрыгивают с одной струны на другую. Когда она закончила играть, он поднялся и подошел к ним. «Сыграйте снова эту песню», – попросил он, засовывая под ошейник Амура, пятитысячную банкноту. Ева с удивлением посмотрела на него, но из-за капюшона на голове незнакомца лица ей увидеть не удалось. Женька забрал деньги, погладил пса, и Ева вновь начала играть. Незнакомец опустил голову, полностью погрузившись в мелодию. Когда песня подошла к концу, он встал, и тут же, внезапно налетевший порыв ветра, сорвал с его головы капюшон. Ева, увидев его лицо, ахнула и выронила гитару. «Максим», – прошептала она, хватаясь руками за колеса коляски. «Как ты тут оказался?» Парень поднял гитару и бережно положил ее на колени Еве. «Прости», – произнес он. Ева непослушными руками уложила гитару в чехол, застегнула его и быстро направилась прочь на коляске, увлекая за собой Женю и Амура. «Постойте», – крикнул кинувшийся вдогонку Макс. «Ева, нужно поговорить». Когда девушка, выбившаяся из сил, замедлила ход, Максим нагнал ее и вцепился в ручки коляски. «Ева, умоляю, выслушай меня. Я не знаю, что произошло со мной в тот вечер. Я приехал к тебе в больницу и просто стоял и смотрел на тебя». А потом он замолк, будто искал подходящие слова. «Ева, я виноват», – продолжил парень спустя несколько мгновений. «Если бы не та поездка, ничего бы этого не было». Ева катила коляску и почти не слушала его. «Кто это?» – шепнул ей на ухо, испуганный Женя. «Ты его знаешь?» Ева кивнула в ответ. «Не нужно, Макс, извиняться», – наконец произнесла она. «Никто не виноват в этом, просто так получилось, вот и все. Судьба». Ева попросила Женю подтолкнуть коляску и направилась дальше, оставив Макса стоять в одиночестве. По дороге Ева рассказала Жене о Максе, и тот, несмотря на свой юный возраст, задал ей совсем взрослый вопрос. «Так ты простишь его?» – спросил он. «Я давно его простила», – улыбнувшись, ответила она. «Не знаю, как бы я сама поступила на его месте. За такое нельзя осуждать. Я инвалид, он нет. Зачем ему нужно всю жизнь мучиться с такой, как я?» Коляска, сопровождаемая Женькой и Амуром, подкатила к подъезду их дома. И Ева с трудом слезла с нее, держась за поручень. Она открыла дверь и вошла, держась за стену и радуясь каждому своему шагу. Поднявшись на второй этаж к двери своей квартиры, она сползла на пол и удовлетворенно выдохнула. «Получилось», – прошептала она Жене. «В прошлый раз я не смогла осилить и трех ступенек, а теперь проделала весь путь. Всю ночь она не могла уснуть. Максим, она его любила до сих пор». «Будь что будет», – думала девушка. «Если он хочет общаться вновь, она не против». На следующий день Максим уже ждал ее на площади с букетом ромашек. Положив цветы ей на колени, он покатил ее коляску по тротуару. «Я думал, ты не придешь», – тихо сказал он. «Знаешь, я бы не обиделся, если бы ты не пришла. Это было бы справедливо». Максим, выдержав паузу, признался Еве в том, что встречался с другой девушкой. «Но потом я осознал, что просто ищу в ней тебя», – задумчиво проговорил он. «Просто моя мама хотела, чтобы я как можно быстрее забыл тебя, а я не хотел с ней спорить». Ева молчала, погрузив лицо в цветы. «Ромашки», – проговорила она, не отрывая губ от белых лепестков, – «они появляются в июле. Помнишь, как мы с тобой ждали июль?» – Макс молча кивнул. В это мгновение он готов был отдать все за то, чтобы июль прошлого года вернулся вновь из небытия времени. Чтобы все было иначе, чтобы все было как прежде. «Впереди новый июль», – проговорил он, – «до него уже рукой подать». Ева и Максим сыграли свою свадьбу в июле, с опозданием почти в целый год. Невеста, одетая в белое платье, сидела в коляске, к которой были привязаны разноцветные ленточки и шарики. По правую ее руку сидел Максим, а по левую – Женька и Амур. Гремела музыка, танцевали гости, шипела и пенилась шампанское. Наконец наступила тишина, и послышались редкие возгласы. «Скажи что-нибудь», – прошептал на ухо Еве Макс. «Ну же, давай, это твой день». И Ева, под всеобщее изумление, поднялась с коляски и прошла к микрофону. «Я не задержу вас надолго», – улыбнулась она. «Просто я хотела сказать вам, что благодарна за то, что вы пришли сегодня. Благодарна всем без исключения». Она посмотрела на мать Максима, которая сидела впереди и внимательно смотрела на невесту сына. «Я люблю вас всех и надеюсь, что и вы любите меня. Спасибо». Она вновь посмотрела на Галину Ивановну и заметила, что у той едва сверкнули навернувшиеся на глаза слезы. Ева, положив микрофон на место, подошла к ней, и Галина Ивановна обняла ее. «Прости», – прошептала она, заливаясь слезами. «Прости, что бросили тебя тогда». Ева погладила ее морщинистую руку и улыбнулась. «Все хорошо. Этот жизненный опыт мне очень помог. И я обрела не только мужа, но и прекрасного сынишку Женьку, и замечательного пса Амура. И мы обязательно будем все счастливы». Ева еще раз обняла Галину Ивановну и пошла к столу, где ее ждали самые любимые Максим, Женька и вечно улыбающийся пес Амур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok